Очередная попытка Андрея Сиднева доказать свою невиновность казалась самой перспективной на фоне всех предыдущих. Жалобы дошли до Верховного суда. Президиум суда отменил касационное определение. Приговор, который действовал уже 10 лет, перешел в разряд не вступившего в законную силу. Напомним, что в 2002 году Ивановский областной суд признал молодого журналиста виновным сразу в нескольких преступлениях. Самое страшное из них – убийство девушки. Андрей много лет пытается доказать, что его оговорили, а присяжные заседатели так и не разобрались тогда в деле. В четверг утром в Москве состоялось заседание. Сиднев общался с Верховным судом через веб-камеру из Ивановского СИЗО. Сначала судья огласил доводы Андрея. Присяжным заседателям не разъяснено, что все сомнения должны толковаться в пользу подсудимых. Поэтому они вынесли обвинительный вердикт. Вопросный лист составлен с нарушением статьи 339 УПК Российской Федерации. Вопросы изложены очень громоздко. И поэтому присяжные их не поняли. Претензии касались не только присяжных. Во время следствия пропадали вещдоки. Фантастическим образом перемещались в пространстве подозреваемые и свидетели. Рассказать о всех метаморфозах дела просто невозможно. Да и не нужно это Верховному суду. Его интересует конкретное процессуальное нарушение при рассмотрении дела. За Сиднева Белес сразу два адвоката. Он все вот эти доводы, все свои аргументы не смог довести до коллегии присяжных заседателей. Что он может сделать при повторном рассмотрении дела? Поэтому защита просит приговор Ивановского областного суда 19 ноября 2002 года отменить. Дело возвратить в суд первой инстанции для повторного рассмотрения в ином составе со стадии формирования коллегии присяжных заседателей. Уважаемый суд, в Ивановском регионе дело Сиднева фактически стало прецедентом, когда говорят о том, что по делу сужден невиновный. Осужден как Сиднев, дело рассмотрели как по делу Сиднева. Это уже своеобразный фразеологический оборот. И, наверное, любое дело можно раздуть, когда его начинают рассматривать. Но явно показательным примером является то, что 11 лет с момента рассмотрения дела до сих пор не утихают споры относительно этого дела. Однако волнение маленького региона за судьбу одного конкретного человека Верховный суд не впечатлили. Проговор Ивановского областного суда в часть инфекционных заседателей от 19 ноября 2002 года в отношении Сиднева Андрея Евгеньевича изменить. Из его осуждения по статисту 62 главного кодекса Российской Федерации исключить квалифицирующий признак неоднократное дополнительное наказание в виде конфискации имущества, назначенной и по совокупности преступлений. В остальном проговоры в отношении Сиднева стоит без изменения, а жалоб без удовлетворения. Сиднева с нами является оконченной. Еще одна возможность оправдать свое имя потеряна. Потеряно время. Но что самое удивительное, Андрей до сих пор не теряет надежды на правосудие. Наверное, жаловать. Ну, открываются сроки для подачи жалобы в Страсбург. Может быть, надзор нам жаловал. Не знаю, нам бы с облакатом разговаривать. На улице у следственного изолятора новостей ждала мама Андрея. Ужасно. Не знаю, очень волнение такой, крах какой-то. Ну, ничего, мы соберемся. Им уже ничего не остается, кроме как собраться и верить. Если Сиднев обратится в Европейский суд, то на это потребуются годы. Томительные и неторопливые годы жизни в колонии. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Сиднев, РТВ Иваново. Сиднев, РТВ Иваново. Продолжение следует...